я слежу за вами большой брат смотрит всем привет планируем короче сегодня приготовить один из самых сложных рецептов но при этом востребованных то есть все же понимают что биф веллингтон это за две минуты не сделаешь когда мы собирали заявки на прямые эфиры которые мы успешно прекратили транслировать потому что никому это нафиг не надо то есть людей кому это надо исключительно мало а мы надеялись что это будет ну что-то полезное как бы поэтому пометуя те времена я вот заявок приходило и больно их приходил небольшое количество допустим 250 300 заявок приходило из них там каждая 5 короче биф веллингтон биф веллингтон люди хотят этому научиться прошлый раз версия урезанная биф без яичек был значит давайте в этот раз сделаем все чуть-чуть от начала до конца у меня сковородка здесь нагревается значит и здесь у меня говядина обсыхает значит вырезку я взял супер свежую супер супер свежую магазине ну а когда вырезка супер супер свежая что мы получаем кашу безформенное желе поэтому большинство производителей сухого вызревания полутушу до сначала держит ее 14 дней потом начинает разделывать вода покидает вырезка плотная становится из нее проще из вот этой кашеобразные вот это вот вырезки которая вообще форму никак не держит и расплывается непонятно во что я вырезал середину самую дорогую премиальную часть вырезки и обвязал ее шпагатиком для того чтобы хоть как-то она была в центре вот в цилиндре уже иначе это все превратится в плоскую уменьшающуюся такую штуку вот это некий лайфхак который в общем можно использовать каплю масла сковородка раскаленная значит каплю масло сюда вырезка то у нас не мраморная обычная деревенская но она не деревенская конечно скорее всего но про соль не забываем солим все это в процессе крутим верхнем круга верхнем перец потом чуть позже пусть пока обжаривается давайте я быстренько кутер грибочки скидаю лучок скидаю но грибочки на 4 части можно порезать это у меня типа портабелла но это вообще не портабелла коричневые шампиньоны хотят одно и то же но суть в том что цена была такая же как и за обычный я думаю возьму коричневый из них получается более темный дюксель значит лучок я конечно чуть-чуть рубану потому что он эластичный вдруг там чего и как лука немного кстати тут на цвет на вкус и цвет товарищей нет я лука всегда стараюсь немного класть а вот чесночка зубчик добавляю сюда для более яркой ароматики мне нравится с чесноком тут давеча смотрел у одного блогера бис веллингтон и удивился тому что дюксель который везде называется во всем мире дюкселем в названным в честь господина фон дюкселя его именем значит блогер один такой горит эти дюк лес в че названный потому что его придумал олен дюказ олен дюказ там сколько лет ему как он мог придумать эта штука существует я не знаю там лет двести ночью бывают разные всякие обстоятельства можете посмотреть будет интересно вам погуглите что такое дюксель дюксель зараза на жидкая все вообще просто подстава какая-то с этой вырезки пробиваем грибы и лук в измельчители вырезка толстая в принципе жидкая внутри сырая поэтому у нас все идет по плану значит ту сковородочку отправляем сливочное масло вот это вот всю массу луково-грибную сюда нам ее много не надо поэтому в принципе сейчас еще воду вода выйдет отсюда и она слегка посвернется будет чесноком конечно гораздо вкуснее аромат не сразу такой суперский аромат значит к биф веллингтон я планирую подать соус я соус сделал заранее но обещаю вам что однажды когда-нибудь и мы снимем отдельно соус отдельным блюдом потому что как уже показала практика два блюда в одном ролике это слишком много либо будет непонятно совсем если все это нарезать вот в такую крошку как дюксель либо он очень длинный получается но как вот у нас голубцы и щечки говяжьи щечки говяжьи чисто ресторанное блюдо вы все где ресторанная где ресторан и никто не смотрит как бы никому не надо щечки то дома никто не готовит особо с пюре а там а там вот рецептик был был крутой поэтому здесь у нас по плану значит только лишь веллингтон а соус который у меня вот тут такой желированный такой зажилировался это я его еще не остужал если в мороз бросить зажилируется из мяса мясной то типа быстрый демик я его варил там 5 часов всего лишь потому что демигляс обычно варится там под двое суток на костях это я ваш медки были от обработки говядины короче курица вчерашние кости там овощи все это обжаривается на растительном масле чеснок лук томат потом туда заливая добавляются кости соответственно это все обжаривается куски мяса остатки жилки потом заливается водой и уваривается потом процеживается через сито а а две щепотки вернее столовая ложка муки при обжарке потом все это уваривается процеживается протирается потом сюда вот это чистая уже процеженная жидкость и она еще раз в два раза уваривается получается соус чистый мясной соус такой но быстрый значит что тут у меня дюксель воду пустил нам надо чтобы вода вышла вся наша грибная составляющая грибная составляющая перец не добавлял я сюда перец 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 при работа дюксель нужно хорошенько высушить иначе он во-первых будет растекаться во вторых он будет влагу давать под тестом тесто не будет пропекаться раскатываем губу о смысле пленку а нет давайте сделаем так по-другому значит смотрите пленку аккуратно распределяем по столу теперь бекончик лучше когда он лежит не так плотно как в коробке смотрите один в один да поэтому мы его могли бы куском взять и у нас бы веллингтон был бы в три раза толще мы берем аккуратно пока у нас грибы остывают да кстати надо же срезать с веллингтона вот эти вот штучки шнурки отвязать короток сказать так отвязали корову все она как раз соком чуть-чуть сыкнула убираем веточки о и веточки говорю веревочки и все после лежит отдыхает пока дюксель остывает эту штуку все раскладываем по периметру чтобы было красиво дюксель который у нас здесь уже готов вот такая вот получилась паста можно рубить все кубиком но как показывает практика кубик потом начинает рассыпаться паста тоже рассыпается но она хотя бы хоть как это соседи чувствуют запах веллингтона дюкселя пока что да и стучатся не будем открывать кто там так настойчиво стучится а так теперь аккуратно дюксель разравниваем по бекону тонким слоем здесь нет смысла как бы это делать все вот вот такого это за картошку с грибами может так пожарить а тут все должно быть очень очень аккуратно ровным тонким слоем честно признаться я наугад сейчас делаю всю весовку потому что в ресторане это всегда делается по весам есть точно этих карта которая объясняет сколько до чего должно быть сколько грибов сколько лука сколько на выходе на входе и так далее немножечко оставляю край вот так всегда края оставляют на всякий случай вот смотрите несмотря на то что я завязывал ее нитками она все равно жижа это вот к вопросу о вызревании не взрыва не там туда-сюда вот влаги много очень поэтому я даже чувствую что как все здесь главное затянуть чтобы был функшен подворачиваем бекон чтобы пленка тут оставалось супер год значит вот да и теперь подворачиваем зараза не хватает чуть чуть не ширины пленки пленку но был широкую мне широкой нету ну ничего у нас бака главное опа здесь по идее нужно как конфетку и закрутить стянуть по краям до чтобы вот это все прилипло сюда сливочное масло в грибах и мелкая мелкая дисперсная структура они хорошо очень но при остывании прилепляют грибы стой дюксель ёшкин матрешкин будем сейчас думать как его закатывать ну как как так вот этот край будем закатывать дополнительный сейчас сделаем так вот опа вот так должно быть сейчас вторую часть замотаем также опа короче отправляем сейчас в холодильник пусть это все немножко сформуется приобретет форму полежит пока буду раскатывать тесто тесто нужно там зависимости от обстоятельств можно его посыпать мукой можно не сыпать у меня что-то влажное оно такое поэтому я его пожалуй чуть-чуть присыплю это бездрожжевое тесто набив верен там дрожжевой не надо его будет дуть нам дуть не надо теперь нужно бумажка не сразу биф верингтон делался все бумажка там перегамент здесь 180 градусов верх-низ конвекция у меня все согрето заворачиваем палку колбасы он конечно практически не остыл сок тут потек сок сачок это вот к вопросу про то что типа ножницы ножницы любыми ножницами можно сделать все вот не все я вот пользуюсь своими гаджет шеф с пером совы с собой и пером и не нарадуюсь вот такие всякие мельчайшие вещицы делать большими ножницами неудобно тут раз аккуратненько пленочку шик 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 швом вниз кладем опа америка европа слегка промакиваем потому что уж влажная ночь это вот косяк рыночной говядины значит теперь делаем так окей убей так поворачиваем этой стороной чтобы все гости видели красивую сторону и все смазываем льезоном можно с молоком с водой можно его как хотите она там местами где-то раз набухнет чуть-чуть где-то выправиться где-то как-то что-то значит обильно смазать его надо блин это конечно самая сложная часть этой работы насечки сделать надо блин тупой нож мне все острые давайте попробуем вот так сделать насечки все готово можно из этих из этого теста раскатать еще штуку такое знаете надрезать ее такими частями друг через дружку как бы есть специальные ножички которые все это делают потом эту сеточку растягивают сверху накладывают там типа вот так вот но это нужно короче либо нож специальный иметь либо еще потратить 30-40 минут да тогда у вас будет красивая штука я предлагаю это это из этого из всего сделать каким печенюшки просто раскатать их посыпать посыпать сахарной пудрой смазать сливочным маслом и отправить духовку вот в нашем же случае все максимально подготовлена шовчик еще 180 градусов еще надо эту штуку сюда перетащить опа все отправляем духовочку 180 градусов и следим сверху чтобы у нас ничего не горела вверх и низ конвекция да чтобы обдув был хороший минут на 30 наверное где-то примерно я посмотрю сколько у меня всего чего этого будет по времени чуть позже скажу да и скажу на что ориентироваться ребята как я в общем и говорил не делайте никогда из рыночной говядины веллингтон не повторяйте моих ошибок у нас на рынке вырезка 1300 рублей за килограмм а если мы говорим про мраморную которую вот помните я ролик снимал сравниваем стейки вот там вырезка мраморная стоит где-то 3800 примерно поэтому в общем то конечно в идеале бы взять на рынке потом ее как это называется сухим способом вызревать дома так ну давайте течет просто когда влаги много нижняя часть теста не пропекается она как бы прогревается но она выглядит такой в общем пора резать его смотреть что же у нас внутри получилось эх лук лучок золотая луковица значит смотрите краешки всегда обрезают они у нас идут на корм родственникам да но не на праздничный стол на праздничный стол порционно режется веллингтон без краев поэтому давайте будем пробовать во первых вот этот край сейчас я обрежу опа ну что франкенштейн веллингштейн мы смотрим мамам миа санта море это же прекрасный веллингтон а это он так смотрите ставим аккуратно сюда биф объясняю почему всегда биф веллингтон красный внутри вот смотрите я его передержал он у меня даже прогрелся почти до середины и начал выбрасывать воду тесто намокает от этого это как бы минус но в моем случае никакого минуса потому что рыночная говядина результат вода выбегает она не сушеная не выдержана так вот она всегда красная только лишь для того чтобы вода не выбегала его не дожаривают чтобы тесто не размокала соус соус можно поставить в соусник а можно и не в соусник можно налить его вот таким образом даже будет попытка скрыть следы крови как скажете сырой сырой любителями и вернее поклонники не поймут давайте зальем все соусом мясный горчичкой все веллингтон готов заклинаю вас с вилкой ножом никогда острым шефским папиным ножом не режьте по тарелке никогда на доске нарезали положили а здесь вот этой вот вот этими кусками металла так ну что будем пробовать вот так прям мясо конечно мягкая вырезка судя по разрезу и по вот этому всему значит это чистый медиум это не медиум р это еще и говорит количество воды которая оттуда вытекает смотрим что у нас у нас великолепно дюксель прикреплен как говорят некоторые дюклес кусок мяса чуть лицо себе не порвал ребята жарим 200 25 минут даже 20 минут надо жарить при 200 градусов тесто загорит быстрее меньше прогреется внутренности будет меньше воды мясо будет медиум рэ но это вырезка и она постная без жира ее так вообще и готовят это видите мой косяк ну вообще вкусно все очень прожарка огонь очень вкусно я короче доедаю биф веллингтон и намекаю вам пятый раз приготовьте пожалуйста это вкусно потом вроде все подробно объяснил а вот соус следующий раз пока